Здравствуйте! В эфире «Субботник» информационная программа «Вести» Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Сегодня во всем мире отмечают День семьи. В этот светлый и теплый праздник у нас в гостях Марина Кушпова, талантливый журналист и прекрасная мама. В стенах Национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой провели ежегодную декаду краеведческой и национальной литературы и искусства народов республики. В майские праздники курорты Северного Кавказа приняли почти два раза больше гостей по сравнению с показателями 2019 года. В связи с трагическими событиями в Казани глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов дал ряд поручений по обеспечению безопасности обучающихся школ, колледжей, техникумов, вузов и детсадов. Будут проверены системы видеонаблюдения и организован мониторинг деятельности охранных предприятий, осуществляющих свою деятельность в образовательных организациях. Руководителям учреждения необходимо провести мероприятия, направленные на усиление антитеррористической и криминальной защищенности. При этом важно исключить любую, даже минимальную возможность прохода в образовательные учреждения посторонних лиц. Важно проинструктировать также педагогов и детей и отработать план действий при возникновении ЧАЭС. Повышать бдительность школьников и родителей. Сегодня отмечается Международный день семьи. Традиционно в этот день в мире проходят различные встречи, фестивали и выставки. Гостем нашей сегодняшней программы стала наша коллега, сотрудник черкесской редакции ГТРК Марина Кушпова. Она не только тамотливый журналист, но и прекрасная мама. С Мариной Кушповой встретилась шерифат Лепшокова. Марина, мы находимся на Зеленом острове. Здесь, неподалеку от нас, буквально рядом прогуливаются семьи, некоторые с детьми. Ты тоже мама двоих девочек. Мы с тобой коллеги, я могу их иногда видеть, они растут такими замечательными. Как тебе, работающей маме, удается уделять им столько внимания? Даже не знаю, как это удается, но это все складывается само собой. Слава богу, сейчас есть телефон, можно все контролировать по телефону, это первое. Второе, ну, вообще я стараюсь своих девочек воспитывать самостоятельными. Они, когда были помладше, сами делали уроки, сами даже расчесывались же, если я не успевала вернуться. Я рядом, благо рядом живу, могу прибежать, как бы привести их в порядок, одеть, обуть, как говорится, и в школу отправить. Ну, я даже не знаю, с какого возраста, они у меня очень самостоятельные. И мне кажется, в жизни им это как-то пригодится. И, естественно, супруг мне в этом помогает. Если у меня что-то не получается, он всегда поддержит и, в принципе, отвезет в школу. Друг друга мы понимаем и как бы поддерживаем, и у нас как-то все получается само собой. Я даже не могу сказать, что мне очень сложно вот работать и с детьми. Возможно, да, хотелось бы им уделять больше внимания, чем вот получается. Ну, стараюсь по мере возможности. Я знаю, что у них увлечение есть, да, они занимаются в различных кружках, а младшая, может быть, даже будет актрисой, да? Вот что ты можешь сказать? Ну, актрисой она, может быть, и не хочет, но она хочет быть журналистом, работать на телевидении, чтобы ее показывали по телевизору. Но, если честно, я бы не хотела, чтобы она пошла вот по моим стопам, потому что я знаю, насколько это сложная профессия, и, не знаю, для женщины особенно. Потому что для женщины самое главное — это создать семью. А в семье с такой работой немаловажно, чтобы был понимающий муж, который понимает, что ты вот вечером должна уйти на съемки. Допустим, дети остаются с ним. Выходной день, съемки, монтажи бывают очень поздно, ты сама знаешь, шерифат. Ну, это такой большой труд. Все это можно достичь, добиться, когда вот в семье есть взаимопонимание и доверие, самое главное. И поэтому нам вместе как-то удается воспитывать девочек. И у них есть, да, увлечение. Ну, как бы они творческие, конечно, девочки. Алина, допустим, старшая, любит что-то все время мастерить. Она чуть младше была, на бисероплетениях ходила, что-то шить, вышивать. Алина у нас как-то вот актриса, да. Ну, тоже, на самом деле, творческие. И рисовать они любят. Ну, вот так вот. Но для того, чтобы что-то у них получалось, надо, чтобы родители, наверное, тоже их поддерживали и направляли. Вот, нашли, направили их в нужное русло. Поддерживать в их увлечениях. Иногда даже они, конечно, ленятся. Вначале, вроде, им все нравится, они хотят ходить. А потом что-то, вот, в принципе, в телефоне посидеть хотят. И надо, как бы, родителям тоже не расслабляться. Приходится иногда говорить, нет, ты вот начала ходить, значит, ты должна это сделать до конца, ты должна ходить. Потом, со временем, им это снова нравится, естественно, и как-то вот так вот все происходит. У вас журналистка Семьян, твой супруг Азимба Ибанов, наш коллега, да. Сейчас он продолжает журналистскую деятельность в другом ведомстве. Я хотела узнать твое мнение. Общность профессий, когда профессия одинакова, это укрепляет семью? Это в плюс для семьи? Или это, может быть, иногда мешает, когда люди слишком много говорят о работе? Я считаю, что хорошо, если оба супруга имеют одну специальность. Мы, в принципе, вместе работали на телевидении. Он прекрасно знает, что такое телевидение, какие трудности, какие плюсы, минусы. И, как я уже говорила, бывает, что и на съемках задержишься, и в выходной день. То есть он понимает, что это моя работа. И, в принципе, у нас никаких вопросов никогда не возникает. Я считаю, что это главное в семье доверие. Доверие у нас есть, поэтому у нас вообще никаких проблем не бывает. А что касается, обсуждаем ли мы дома вопросы работы, Вообще, если честно, мы стараемся дома особо о работе не говорить. У нас как-то о семье, может быть, о родных. У каждой семьи свои рецепты счастья. А какова они в вашей семье? Ну, в нашей семье я не могу сказать, что есть особый рецепт счастья. Но что я хочу сказать. В жизни каждого человека я считаю, что на первом месте должна быть семья. Семья – это не значит, что это муж, жена, дети. Это, в первую очередь, родители, братья, сёстры. Мы живём на Кавказе, естественно, у нас свой институт семьи. У нас на Кавказе семья имеет большое значение. Это мы ощущаем, как говорится, с рождения. Мы растём в семье, живём. Родители у нас всегда на первом месте, братья, сёстры. Допустим, я не представляю себя, естественно, без родителей и своих братьев, старших, от которых я всегда чувствую внимание, заботу. Вот по сегодняшний день у меня уже своя семья, но если у меня какие-то вопросы, проблемы, я обращаюсь в первую очередь к ним. Дальше, естественно, мы создаём свою семью. Это уже супруг, дети. И считаю, что рецептом каждой семьи, рецептом счастья, взаимопонимание, я уже говорила, чтобы хотелось идти домой. Лично моя точка зрения, самое главное, счастье — это семья. Бывает, конечно, что не всегда складывается жизнь так, как хочешь, но вот я могу сказать, что я счастлива в своей семье, потому что мы друг друга понимаем. У нас всё строится на взаимном доверии, понимании, уважении. Была бы ты счастлива, если бы у тебя была бы только семья и не было бы работы? Вот ты была бы счастлива? Вот не могу сказать. Без работы, допустим, мне кажется, я бы смогла жить, а вот без семьи — нет. Спасибо. А какой будет погода на выходные дни, узнаем прямо сейчас. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошло закрытие декад краеведческой национальной литературы народов Карачаева Черкесии. На мероприятии присутствовали представители различных общественных организаций, писатели и ученые. Подробности узнаем в репортаже Аслана Гирюгова. Ежегодное проведение декад краеведческой национальной литературы и искусства народов Карачаева Черкесии стало доброй традицией в стенах Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Участники мероприятия познакомились с книжными выставками, на которых были представлены произведения писателей и поэтов нашей республики. Основная часть заседания прошла в главном зале библиотеки, где подвели итоги о проделанной работе. В связи с проведением этих мероприятий я, например, лично убедился, что какая богатая наша история, наша малая родина богата на все моменты, связанные с историей. Корни народа у нас переплетаются. Также была отмечена прошлая работа библиотеки. В ходе данных мероприятий и обсуждались различные вопросы и проблемы, касающиеся сохранения культуры и истории народов нашей республики. Большое внимание уделили сохранению и популяризации родных языков. Также отметили, что главной целью является активное привлечение молодежи. Мы как бы беседуем сами с собой, взрослые люди, приглашаем студентов, а вот обратной связи с ними нет. Хотелось бы, чтобы вот в следующих встречах мы узнали, какие мотивы у молодежи, какой запрос их на культуру. И тогда бы вот наша встреча, наверное, бы еще более обогатилась. Обогатилась и не только просто, но, может, стало бы шире. Хотя это требует государственной поддержки. Почему? Потому что на 10-20 студентов это не определяет политику воспитания, которая должна быть сегодня в нашей республике. Представители национальных объединений республики обсуждали планы совместного сотрудничества по сохранению духовного и нравственного богатства Карачаева-Черкесии. Во время мероприятия также звучали песни в исполнении государственной филармонии. Песня. 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 В завершении мероприятия было отмечено, что работники государственной библиотеки продолжат работу в данном направлении и всегда будут привлекать различные организации для решения данных проблем. Аслан Гедуков, Мухаммед Ашивоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Горные курорты Северного Кавказа в майские каникулы приняли почти в два раза больше гостей по сравнению с показателями 2019 года. Роспоказали все три курорта под управлением КСК. Архы, Заэльбруса и Ведучи. Всего на канатных дорогах курортов в длинные выходные проехало больше 25 тысяч человек. Растущие показатели посещаемости горных курортов – это в большей степени плоды общей работы, а не отсутствие возможности уехать за границу. На сегодня у КСК задача совместно с резидентами сформировать перечень разнообразных услуг, чтобы гости могли с интересом проводить отдых на курортах вне зависимости от времени года. Курорт Архыз для весеннего отдыха выбрали больше 7 тысяч гостей. Только на канатной дороге Млечный путь за 10 дней поднялись на 36% больше туристов, чем в год до локдауна. Сейчас курорт привлекает как место для горных походов, джипинга и парапланиризма. Также его выбирают за возможность отдыхать всей семьей в современную инфраструктуру, чистый горный воздух. Активный отдых здесь удобно совмещать с оздоровительными программами при отелях. Также Архыз – хорошее место, чтобы переждать острый период аллергии. Здесь не растут большинство весенних аллергенов. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! В эфире «Радио России» Карачаева-Черкесия. Радио «Россия» расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаева-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова